Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. Началась пора электротехники, и я занимаюсь, скажем так, небольшим апгрейдом для того, чтобы использовать вот такой преобразователь на батарее электросамоката. В общем, давайте посмотрим, что это такое. Это преобразователь на 1800 Вт постоянного тока. То есть он из малого напряжения делает то, которое нам нужно, и постоянно стабильным. Вот ссылочку оставлю в описании. Вот такой преобразователь брал, где-то 1500 Вт стоит, плюс-минус. Значит, смысл в чем? От 10 до 60 Вт подаем на вход, и получаем от 12 до 90 Вт, повышающие. То есть ниже мы не можем сделать, входное должно быть ниже, чем выходное. Соответственно, на блоке питания 13,6-13,5 Вт поставил, и выходное напряжение у нас 42 Вт. Выставляется это вот этой вот синей крутилочкой. Вот этой вот. То есть тут крутим потихонечку направо больше, налево меньше. Вот, соответственно, это, по-моему, вот эта вот крутилочка, по-моему, как ограничение потоку выходному. Вот. Так, это, по-моему, для вентилятора. То есть, чтобы вентилятор крутился при определенном напряжении. В общем, здесь особо ничего такого не подскажу вам, но, как вот заявлено, 1800 Вт мощность. В общем, выставил 42 Вт, и сейчас попробуем повысить напряжение, и посмотрим. По идее, должно стабильно 42 Вт быть. Так, ну вот, я выставил 19,3 Вольта, у нас по-прежнему 42 Вольта. В общем, смысл в чем, друзья? То, что вы можете использовать какую-то мощную батарею на 24 Вольта, например, да, а кататься на самокате с напряжением 36 Вольт, например, вот так вот. Но только стоит учитывать, что все же тут мощность, как бы, большая, да, 1800 Вт, но сила тока у нас вот тут стоят предохранители на 20 Ампер. То есть, следует вот это все считать. То есть, входной ток мы умножаем на ампераж, и, соответственно, сможем посчитать, какая мощность у нас может быть. То есть, главное, в 20 Ампер уложиться, чтобы предохранители не перегорели, и все будет окей. В общем, будем ставить потом это на батарею и проверять. Даже если батарея у вас 36 Вольт, вы можете поставить вот эту штуку, да, сделать так, чтобы постоянно было 42 Вольта. То есть, вы можете катать и скатывать батарею до нуля, и при этом скорость у вас на самокате будет всегда сохраняться максимальная, то есть, как на заряженной батарее. Потому что, как вы знаете, на батареях часто бывает так, что на самокате, например, едете, да, когда батарейка заряжена, у вас быстро самокат едет, а когда батарейка начинается разряжаться, у вас скорость самоката становится вяленькой и трухлявенькой. В общем, для этого эту штуку я и прикупил. Будем проверять. Я тут литий-железно-фосфатные аккумуляторы взял на 20 тысяч, такие банки. Сейчас покажу. Вот такие вот, друзья, взял 16 штук. Получается 3,2 Вольта, 32 Ач. Ну, 30 Ач, короче. В общем, 16 штучек у нас будет. И, в общем, попробуем с этой штукой как-то поиграться. Так что, лайк, подписка, друзья, и посмотрим, что получится из этого. Продолжение следует...